большой привет из одессы мамы дорогие друзья приветствую вас на канале одесской кухни вот душа и организм очень сильно соскучился по какому-то полезному блюду за не как сказал кто-то из древних то что человеку нравится либо вредно либо аморально либо от этого толсте так вот друзья есть исключение из этого правила именно это блюдо которое сегодня будем готовить рецепт называется шикарный салат из краснокочанной капусты кроме того есть такая хитрость есть так называемые супер продукты или суперфуд которые действительно умеют продлевать жизнь к этим продуктами относятся как раз краснокочанная капуста чем больше антиоксидантов чем больше фитонцидов если так вот смотреть на вскидку как правило это овощи и фрукты которые имеют зеленую ярко зеленую окраску и ярко-фиолетово и чтобы такие нам салат продлил жизнь на 15 суток спешим рассказать первый одесский анекдот знакомится парочка где-то в одессе ой целя у вас не фигура а таки целое достояние у эфима перестаньте сказать а у вас прямо не рот а таки шоколадная фабрика шо не слово то конфета а теперь ингредиенты салатов продлевающую жизнь 300 грамм краснокочанной капусты одна небольшая салатная луковица 2 столовые ложки домашнего майонеза 50 грамм чернослива 2 столовые ложки лимонного сока 5 веточек зелени петрушки а также соль и сахар дорогие друзья сейчас приготовим салат с одноименным названием шикарный салат из краснокочанной капусты начнем не с капусты начнем нас лук лук нам нужно будет замариновать причем это сделаем естественным полезным способом лук лучше брать столовые либо белый либо синий сладких сортов нарезаем тоненько полукольцами для этого нож нужно хорошо вам тащить как правильно резать репчатый лук на канале одесской кухни есть мастер-класс по этому событию поэтому кому интересно может быть что-то новое для себя откроете выкладываем глубокую пиалу как мы будем мариноват лучок правильно кислоту и сахар но только не уж можно добавить либо вины уксус но предпочтительно все-таки добавить лимонный сок или сок лайм лучше все-таки брать кислоты естественно органическое происхождение берем одну десерту ложку сахара 2-3 столовые ложки лимонного сока пока сахара лимонная кислота будет делать свое дело немножко все это спрессуем накрываем тарелкой и даем мариноваться около 12-15 минут вот вы наверное думали что сейчас точно будет краснокочанная капуста нет чернослив чернослив правил твердый продается заливаем горячей водой где-то 70 80 градусов не кипятком накрываем тарелкой и оставляем тоже на минут 12 потом сливаем воду промываем под проточной водой через любую и чистый и мягкий готов салат постоянно обманывают ожидания телезрители как-то некорректно поэтому третьим ингредиентом все-таки у нас вот краснокочанная капуста я перепробовал много ножей но все таки это старый советский нож которым я еще учился готовить будущих школьникам я все-таки оставил нарезая именно что касается капусты учитывая что краснокочанная капуста она довольно жесткая нам несколько раз жестче чем обычно даже зимний сортов поэтому категорически рекомендую ее шинковать мелко мы с вами понимаем что в этой половинке качана капуста около килограмма поэтому нарезаем ровно сколько нам нужно 300 грамм остальным оставляем назад когда салат нравится хочется кушать его каждый день как можно тоньше второй анекдот жесткий разговор в гостях где-то в одессе розочка вы таки не рябина чтоб настаиваться на коньяке эти портвены не выпендривайтесь тех кто часто готовит красный борщ думаю как меня понимают на правильный красный борщ тоже капусту уже шинковать как можно тоньше кстати на канале одесской кухне есть два вида красных борща два борща наших семейных один из мута другой способен очень важно чтобы нож был максимально остров кстати еще очень хороший секрет чтобы получалось и легче как можно тоньше шинковать капусту ее нужно предварительно несколько часов подержать в холодильнике примерно тот же эффект когда мы костюм траву днем и ранним утром поросе капусту сразу выкладываем в емкость не будем делать салатик но это еще не все для того чтобы капустка была хрустящей в этом салате нам нужно немножко опуститься добавляем одну две щепотки соли не просто добавляем и перемешиваем чтобы соль начала делать свое полезное дело смотрите к она тоненькая но просто одно удовольствие готовы друзья одно удовольствие и так же накрываем крышкой сливы чернослив подоспел первым промыли хорошо его проточной водой измельчаем его на кусочки 4 на 5 миллиметров так чтобы он чувствовался в салате чернослив готов идем дальше сколько луку не маринуйся ему все мало сколько можно мариноваться так сливаем маринад когда сливаем его не нужно немножко придавить чтобы шел весь сок весь маринад остался только замаринованный лук теперь пришло время собирать конструктор всыпаем лук чернослив затем можно добавить немножко черного молотого перца заметим в салатах чем больше несовместимых в обычной жизни между собой ингредиентов когда все это соединяется с майонезом либо с растительными маслами становится просто просто восхититель пришло время зелени зелень петрушки особенности бельки измельчаем как можно мельче с вами листья можно чуть покрупнее салат не испортят точно вводим петрушку в салат все это засыпаем майонезом домашним ежели майонез любите потреблять больших количествах а можете добавить и 3 3 с половиной но теперь все нужно тщательно между собой перемешать друзья дорогие друзья закончили мы все это перемешивать делаем это аккуратно чтобы салат имел товарный вид по крайней мере до того как мы его россия продегустируем видите да что меньше стало на процентов 20 только я вышел две минуты мои девчонки уже салата приходовали ну что сказать сказали что ничего подобного вкуснятина не ели не ожидали что из красной капусты можно приготовить такой вкусный салат кто бы сомневался да друзья дорогие телезрители дорогие мои когда вы отведаете эту вкуснятину обязательно поделитесь лучшими друзьями знакомыми родственниками если есть возможность выставите ссылку на это видео в социальные сети кулинарные форумы и другие интернет-ресурсы ставьте лайки подписывайтесь на канал одесской кухни берегите себя и своих родных приятного аппетита пока